Я две недели назад участвовал в дебатах, в теледебатах с главой российских православных молодоземельных креационистов, священником Константином Буфеевым. И в полемике, естественно, много раз прозвучало про то, что вот есть факты, есть интерпретации, и, собственно, официальные ученые занимаются тем, что они пытаются эти факты как-то притянуть, подогнать к уже заранее известной концепции теории, парадигме. Так вот, сегодня будут как раз примеры того, как открытия бывают неожиданными, совершенно непредсказуемыми, и еще бывают и закрытия к тому же. То есть, когда, например, некие предположения, гипотезы ученых не подтверждались, опровергались, и, в общем, никто от этого в обморок не падал. Более того, это еще и, можно сказать, двигает науку вперед. То есть это нормально. И у меня обзорчик такой за 2017 год. Прежде чем я поговорю про вот эти замечательные исследования, я хочу еще сказать, что поскольку это уже было за 2017 год, уже два месяца как закончился, то чтобы это не выглядело как рассказ про какое-то старье, я в конце еще немножко про уже текущий год расскажу. Так вот, первое исследование – это на самом деле интересное сочетание подходов таких прогрессивных в палеоантропологии. Во-первых, это исследование зубного камня. Уже ряд лет специалисты используют зубной камень древних людей для того, чтобы разобраться в том, что они ели и даже чем они дышали. Потому что вот в нашем зубном камне, если вы представляете налет, в который попадают частицы пищи или вообще чего-то, что летает в воздухе, и спустя тысячи лет или даже миллионы лет специалисты смотрят в микроскоп и выясняют, а что ел хозяин этих зубов или, например, какой гадостью он дышал, когда жил. И до недавнего времени зубной камень смотрели под микроскопом, делали какие-то химические анализы. Сейчас решили посмотреть еще и ДНК. И использовали подход, который называется метагеномный анализ. Возможно, вам знакомо, если вы какие-нибудь анализы сдавали, допустим, методом ПЦР, когда просто берут некий образец или крови, или воды, еще чего-нибудь, и просто смотрят все фрагменты ДНК, которые есть в этом образце, и дальше по различным базам данных проверяют просто, к каким организмам это может относиться. И чаще всего подавляющее большинство этих фрагментов относится к каким-то микроорганизмам, бактериям, вирусам. Например, такой анализ, когда проводили с человеческими экскрементами, выяснили, что у человека в экскрементах тысячи видов вирусов разных, постоянно болтаются. А вот здесь взяли и применили такой подход к зубному камню неандертальцев из двух пещер, на самом деле из трех, но с третьей не получилось. И сработал этот подход с знаменитыми памятниками. Это пещера Спи в Бельгии, это вот череп оттуда известный, и пещера Эль Сидрон, не менее известная испанская пещера. Примечательная тем, что там вот такие вот фрагменты неандертальских останков, съеденных кем-то другим. То есть это жертвы каннибализма, их там 12 человек таких порубленных. И что показал анализ? Там действительно взяли зубной камень. И у бельгийских неандертальцев, конечно, там подавляющее большинство геномов тоже какого-то микробного происхождения. Но кроме этого обнаружилось ДНК носорога, что неудивительно, потому что там кости этих же носорогов валяются. Каких-то диких баранов, которые тоже, очевидно, там бегали. И гриба навозника, что уже более интересно, хотя тоже достаточно сейчас тривиально, что неандертальцы ели не только мясо, а могли еще и баловаться и грибами. Ну и кроме того, в принципе, они могли вдыхать какие-то споры грибов, которые летают по воздуху. Таким образом, это тоже могло попасть к ним вообще в ртовую полость. А вот с испанскими неандертальцами интереснее, потому что в их зубном камне вообще не обнаружилось следов ДНК млекопитающих. Зато там нашли кедровый орех, тополь, грибы тоже какие-то древесные, плесень и мох. Что было необычно. Исследователи в публикации осторожно пишут, что, видимо, разные неандертальцы в разных частях Европы использовали разные пищевые стратегии. Но тут еще надо сказать, что между ними еще и 10 тысяч лет, кроме этого. Кроме того, конечно, стоит добавить, что то, что не нашли ДНК млекопитающих, не значит, что они были вегетарианцами, как это поспешили интерпретировать. Потому что, ну, например, я хочу сказать, что вот у этих самых неандертальцев из СПИ несколько лет назад смотрели зубной камень под микроскопом и нашли там гранулы крахмала водяных лилий. Но ДНК водяных лилий у них в зубном камне нету. Поэтому, может быть, просто не получилось найти в данном случае. Интересно, что там, вот то, что они там, опять же, ели кедровые орехи и какие-то грибы трескали, это вполне нормально. А что там делает тополь и плесень? И тут авторы начинают пускаться в такие вот рассуждения, что там, кстати говоря, еще на зубах у этого юноши нашли ДНК такого внутриклеточного паразита, который вызывает диарею. А еще у него такие конкретно больные зубы. И вот они предположили, что плесень – это же пеницилл, это антибиотик. А в тополиной коре содержится силициловая кислота, это компонент аспирина. И тут уже появляется такая идея неандертальской народной медицины, что он пытался себя исцелить, боль подавить. И оживал кору, где-то там плесень какую-то ел. Но на самом деле, как мне кажется, существует масса других способов, каким образом плесень могла попасть в пасть, так сказать. Потому что плесень вообще есть везде, на растительной какой-то пище стоит ей там полежать немножко, она вырастает мгновенно. Поэтому ничего не стоило им просто случайно этой плесенью наесться. Дальше существует масса примеров того, как человек использует свои зубы в качестве инструмента. Когда он, например, какие-то деревянные палочки заостряет. Или, например, он мог просто ковыряться этими палочками в зубах. Причем такие примеры в палеоантропологии их немало. Поэтому, опять же, и тополь мог попасть тоже в зубы неандертальцу по совершенно разным причинам, а не только как лекарство. Еще интересный момент, который отметили эти авторы. Нашли они в зубном камне неандертальцев из Элисидрона 8 видов каких-то архей, живущих в ртовой полости. В том числе определенный вид, который и у современного человека встречается. Но у неандертальцев там какой-то такой слегка отличающийся подвид этих архей. И вот сравнив их геном с геномом современного вида, они рассчитали, что общий предок у этих микроорганизмов должен был жить где-то 100-120 тысяч лет назад. Но неандертальцы-то с нашими предками разделились гораздо раньше, на сотни тысяч лет раньше. То есть получается, что после того, как линии наших предков и неандертальцев разошлись, они должны были снова встретиться, чтобы как-то обменяться микрофлорой полости рта. И, конечно, в статье авторы этого не пишут, на пресс-конференции они, естественно, заявили, что наши предки с неандертальцами, видимо, целовались и обменялись этими археями. Ну, конечно, красиво звучит, но, наверное, опять же, могут быть другие способы обменяться микрофлорой полости рта. Например, можно просто друг друга съесть или попить воду из одного источника. И тут как раз опять вспоминаем про то, что вот это вообще жертвы каннибализма. То есть это такие вот неандертальцы-вегетарианцы, которых съели какие-то неизвестные каннибалы. Ну, а тут вот дальше оставляем просто пищу для различных интерпретаций на будущее. Сам по себе подход очень интересный, перспективный. Такой неутомимый бунтарь. Палеоантрополог из Южной Африки Либергер каждый год нас продолжает удивлять. Напомню, что в 2013 году в пещере Rising Star в Южной Африке, причем не просто, это система пещер, в отдаленном уголке этой системы пещер, в маленькой камере, в которой можно добраться только там ползком, причем человеку достаточно стройной комплекции. Сам Либергер туда залезть не смог, потому что он такой тучный товарищ, приглашал худых девушек-спелеологов. Туда проникли сначала спелеологи-любители, нашли там останки непонятно кого. Потом уже, когда эти останки попали в руки специалистам, стало ясно, что это неизвестный науке вид древних людей. И там этих останков уже нашли более полутора тысяч, принадлежащих как минимум 15 особям, по которым вот и описали новый вид под названием хомоноледи. И они такие очень необычные, с маленькими мозгами, невысокого роста, с кривыми пальцами, с конической грудной клеткой. И, в общем, по множеству признаков, они промежуточны между австралопитеками и древними людьми. Ну и, кроме того, у них там еще и такие специфические особенности, очень маленькие зубы. И интриги добавляло отсутствие датировок. То есть поначалу определить возраст этих останков абсолютный не удавалось. И специалисты делали различные предположения, исходя из строения этих останков. И чаще всего звучала версия, может быть, 2 миллиона лет, 3 миллиона лет, но уж никак не меньше миллиона лет. Потому что они такие примитивные, похожие на австралопитека Сидибу, которого нашли там же чуть раньше. Тот же Лебергер его нашел. А австралопитек Сидиба жил где-то 2 миллиона лет назад. Ну и, наверное, это его какие-то непосредственные потомки. И вот, наконец, удалось рядом хитроумных методов, методам оптически стимулируемой люминесценции, и урановых серий, и электрон-спин-резонанса, и еще всякими страшными способами датировать эти останки. И все эти методы дали согласованный результат от 230 до 330-350 тысяч лет. То есть примерно около 300 тысяч лет назад, может быть, чуть позже, жили эти странные существа. Не 3 миллиона, не 2 миллиона. Это я как раз на тему того, как проклятые официальные ученые подгоняют данные под заранее известный ответ. Вот никто этого не ожидал. И мало кто мог предсказать такое. Потому что когда у нас есть хоббит на острове Флорес, который жил, как мы сейчас знаем, около 50 тысяч лет назад, это можно понять, он там жил на островке в изоляции. Это Южная Африка. И в это же время, около 300 тысяч лет, там же бродили уже почти хомо сапиенс. Сейчас некоторые специалисты утверждают, что прямо хомо сапиенс. Короче говоря, почти такие же, как мы уже люди, крупные, с большими мозгами, с продвинутой культурой. И параллельно жили вот эти существа. И вот если хомо флоресиенсис, с острова Флорес, их стали назвать хоббитами, этих можно назвать, например, троллями. Потому что они там какие-то пещерные существа. Как они там уживались? Какой была их культура? Мы не знаем. Встречались ли они с нашими предками? Мы не знаем. Но по идее должны были встречаться, потому что есть находки древних людей. Вот именно родезийский человек, это Южная Африка, Родезия. И, короче говоря, много вопросов. И чтобы еще добавить интриги, Ли Бергер обнародовал новые находки, сделанные в той же системе пещер Rising Star, но в другой камере. В камере Лиседи, которая причем находится не рядом вот с этой камерой Диноледи, где были сделаны первые находки, а довольно далеко от нее. То есть между ними там прямого сообщения нет. То есть там больше ста метров ползти опять же по каким-то извилистым ходам. И уже первые же раскопки в этой камере Лиседи дали антропологам останки трех или четырех особей, в том числе скелет, вот с таким интересным, хорошим черепом, которого прозвали Нео. И теперь мы знаем, как выглядело лицо у Хома на Леди, потому что у предыдущих находок вот с лицом было не все в порядке, теперь оно есть. Мозг у него чуть-чуть побольше, чем в среднем был у Хома на Леди. У них там было 400-500, у этого 610 кубических сантиметров. Тоже, конечно, немного. И мы ждем новых находок, потому что раскопки там только начались, раскопан только крошечный участок, вероятно, они будут, если буквально несколько дней назад Ли Бергер у себя в Твиттере опять написал, что они что-то нашли. И теперь мы ждем, что. Обычно он слов на ветер не бросает. И я хочу сказать, что мы скоро хотим презентовать результаты такого нашего серьезного проекта под названием Хома на Леди. Мы на форуме «Ученые против мифов», если кто-то… А был здесь кто-нибудь, кто был на форуме «Ученые против мифов»? О, вижу руки. Отлично. Вот мы показали там сокращенную часть мультфильма про Хома на Леди. Полную версию мы его презентуем в конце апреля и покажем еще и скульптурную реконструкцию, сделанную в лаборатории антропологической реконструкции имени Герасимова Елизаветы Веселовской. И ростовую скульптуру покажем, гиперреалистичную, которую сделал скульптор-реконструктор Анатолий Александров. Вот этот проект, который стал возможен благодаря помощи спонсора частного лица, мы его презентуем в конце апреля. Это должно быть интересно. Да, и продолжая про новые технологии в палеоантропологии, вот еще одна крутая штука. Такой момент, когда общаешься на тему археологии каменного века с какими-нибудь людьми, интересующимися наукой, но, в общем, глубоко не вникавшими именно в эту область, часто бывает такое очень большое удивление и разочарование, когда выясняется, что на подавляющем большинстве памятников каменного века человеческих костей нет вообще. То есть подавляющее большинство стоянок людей каменного века известны специалистам по находкам каменных орудий, а костей там человеческих нет, они вообще сохраняются плохо. И таких памятников на самом деле единицы, где есть что-то, кроме камня. И обычно археологи довольствуются тем, что есть, и по характеристикам вот этих каменных орудий можно и примерно знать, предположить, кто их создал. Потому что вот есть типичная индустрия неандертальцев, какой-нибудь там Мустье или Микок, есть верхний палеолит, и это епархия кроманьонцев. А бывают случаи более сложные, когда непонятно. Ну или, например, вообще представьте себе, что на всей русской равнине на стоянках среднего палеолита человеческих останков не найдено вообще никаких, кроме одного зуба. На стоянке рожок. И вот этот зуб поехал сейчас для палеогенетического анализа. Его уже даже сделали, но я про это пока говорить не могу. Но смысл в том, что мы говорим, это стоянки неандертальцев, но на самом деле мы этого не знаем. То есть мы это предполагаем, потому что, например, в Западной Европе такая культура сочетается с останками неандертальцев. А кто его знает? Вдруг у нас тут на русской равнине средний палеолит – это было культурой кого-нибудь другого, скажем так, обтекаемого. Короче говоря, с другой стороны, мы знаем, что мы постоянно разбрасываем вокруг себя свою ДНК. И я имею в виду вполне прозаические вещи. То есть мы дышим, мы потеем, теряем волосы, кожные чешуйки, еще что-то выделяем из себя, а если человек умирает, даже полностью разлагается вместе с костями, все равно ДНК там какая-то остается. И вот специалисты палеогенетики на самом деле уже давно думали о том, а не попробовать ли из костей, то мы это делали уже, попробовать ДНК из отложений прямо, из земли, из породы. И впервые такие опыты уже проводили еще в 2003 году, но сейчас подошли к этому с новым технологическим уровнем и взяли 85 образцов именно отложений из ряда памятников Евразии, в основном среднего палеолита. Причем там были как специально отобранные образцы, образцы, которые подготовлены были для датировки, и вообще какие-то образцы, которые валялись в каких-то музейных архивах много лет. Ну, сложность задачи, сами авторы поясняют, когда говорят, что в одной ложке такого образца, чайной, триллионы фрагментов ДНК, всяких разных причем, от и до. И, естественно, опять же, подавляющее большинство этих фрагментов относится к микроорганизмам. Тем не менее, такая работа была проведена, и вот здесь показано, на каких памятниках нашлось что-то, кроме бактерий, вирусов и прочих маленьких существ, которые нас сейчас не интересуют, а вот чего-то покрупнее. И вот мы видим, мы видим всякую интересность, то есть, ну, в том числе, там был мамонт, там был пещерный медведь, причем именно пещерный, то есть ископаемые формы, а не современные. И нашлась и человеческая ДНК. И дальше уже специалисты разбирались, а к кому принадлежала эта человеческая ДНК, и выяснилось, что на ряде памятников среднего палеолита, как и следовало ожидать, это, на самом деле, там их четыре этих памятника, не так много, это неандертальская ДНК, а Денисова пещера, где мы знаем, жили и неандертальцы, и денисовцы в разное время, в образцах оказалось и денисовская, и неандертальская ДНК. Что особенно круто, что вот этот памятник, вот этот вот памятник, там до этого находок человеческих останков не было, а ДНК человеческая там нашлась, и причем неандертальская, и тем самым, ну, это хорошо согласуется с тем, что и культура там была среднего палеолита. И, значит, несколько выводов, которые сделали авторы, то есть вывод первый. Во-первых, получилось в том числе выделить ДНК, приемлемого качества, а там объем, что за комары-то пищат у нас? А, отлично. Там количество ДНК, сопоставимое с количеством ДНК, выделяемым из костных фрагментов, то есть ее там много. Получилось выделить ДНК из образцов, которые много лет хранились в помещении с комнатной температурой. Кроме этого, в Денисовой пещере ДНК неандертальцев и денисовцев обнаружилось в слоях более древних, чем те, в которых, собственно, нашли костные останки. То есть, таким образом, этот метод позволяет уточнить дату, например, заселения этого памятника, когда впервые туда пришли люди. Круче всего, еще раз повторяю, что метод сработал и для памятников, где человеческих останков не было вообще. И это открывает огромные перспективы. То есть, теперь на порядке увеличивается число стоянок древних людей, но и не только людей, которые можно изучать с помощью методов палеогенетики. То есть, уточнять ареал и пути миграции, выяснять, кто там последовательно жил на этих памятниках, может быть, даже открывать какие-то неизвестные науке виды людей. И все это, конечно, будет круто, если этот метод войдет в обиход, будет недорогим. И хочется надеяться, что его будут использовать и в нашей стране. Ну и, кстати, уже используют, как вы видите, тут Денисова пещера, а среди соавторов вот этой статьи в том числе и наши археологи Деревянка и Шуньков фигурируют. И я хочу сказать, что, возможно, в ближайшее время и новые будут результаты, связанные с территорией России, хотя бы говорить про это пока что еще нельзя. И вот эта интересная новость, про которую я уже упомянул, когда говорил, что вот 300 тысяч лет уже некоторые считают, что сапиенсы бродили по нашей планете, в лентах новостей это исследование сопровождалось такими сенсационными заголовками на тему того, что хомо сапиенс удревнили на 100 тысяч лет. То есть раньше считалось, что наш вид появился 200 тысяч лет назад, теперь 300. На самом деле вот этот череп, но это на самом деле только его верхняя часть известен давно, еще в 1961 году нашли в Марокко, там был барьевый рудник, и на этом руднике нашли останки древнего человека. В том числе вот такой красивый череп, такой по своему строению промежуточный между гидельбергским человеком и хомо сапиенс. И после там нашли еще черепную коробку, нижнюю челюсть ребенка, и еще костные останки, а проблема была там с датировками. И разные методы там давали разброс от 30 тысяч до 190, и долгое время считалось наиболее надежной датой порядка 160 тысяч лет. Поэтому относили этого человека или к каким-то самым ранним хомо сапиенс, или к каким-то поздним гидельбергским людям, или там какой-нибудь хомо хелмея промежуточный. И вот сейчас этот памятник снова передатировали с помощью новых технологий, и он удревнился разом вдвое. датировки получились 300-315 тысяч лет, плюс-минус для челюсти ребенка нижней получилась дата 280 тысяч лет, но все равно это конкретно древнее, чем было раньше. И авторы, поскольку авторы исследования утверждают, что это уже хомо сапиенс, вот они взяли еще найденную, уже позднее нижнюю челюсть, совместили ее с черепом и получился вот такой красивый товарищ у нас, особенно если не смотреть на него в профиль, он почти современен. Конечно, если мы посмотрим в профиль, мы увидим, что подбородок тут такой чуть-чуть намечается, ну и некоторые другие признаки, конечно, у него явно еще не вполне современными выглядят, но вот поскольку все-таки представление о том, каковы границы нашего вида, особенно хронологические, палеонтологические границы, они во многом это представление во многом зависит просто от взглядов конкретного исследователя, то многие специалисты действительно считают, что вид Homo sapiens теперь начинается 300 тысяч лет назад. Вот Станислав Дробышевский, наш научный редактор, он всегда резко против выступает, мы будем говорить, что вот есть разные мнения, как бы не относиться, это замечательный череп, это действительно вероятно почти современный человек, вероятно близкий к предкам уже таких самых Homo sapiens и хорошо, что добавилась такая находка, теперь она еще отлично датирована, кроме того, там появились еще новые находки, добавился фрагментарный череп, вот это нижняя челюсть, красивая, зубы и фрагменты еще длинных костей, и все это еще будут исследовать и исследовать. вот уже такой же бесспорный sapiens, который претендует на роль древнейшего sapiens Азии, а то и всей Евразии, до этого, вообще до настоящего момента считался древнейшим sapiens, обычно об этом любят говорить китайцы, но это в данном случае человек из Лаоса, там стоянка Тампалинк, и там останки человека имеют возраст от 46 до 63 тысяч лет, хотя, судя по некоторым признакам, ближе все-таки к 46 тысячам лет, но все равно это был самый древний бесспорный sapiens в Азии. И вот теперь вот эти вот зубы привлекли внимание специалистов. Интересно, что найдены они больше 100 лет назад самим Эженом Дюбуа, если вы помните, кто это такой, то это вообще первооткрыватель пятикантропа, который еще в конце 19 века такой энтузиаст, военный врач из Голландии проводил раскопки в Индонезии. Еще до того, как он поехал на Яву, нашел там всякие интересные вещи, включая череп и бедренную кость пятикантропа, он копал на Суматре. И вот на западе Суматры в пещере Лида-Аджер, такая небольшая пещера, в глубине ее он нашел костяную брекчу, то есть такую стементированную породу, содержащую кости разных животных. Там были носороги, там были орангутаны. И спустя полвека, в 1948 году среди вот этих находок Дюбуа уже другие исследователи обнаружили два зуба человека. Вот эти верхний резец и коренной. Еще спустя полвека с лишним специалисты снова посмотрели на эти зубы. И, во-первых, тщательно их изучив, сравнив с другими находками, пришли к выводу, что это Homo sapiens, не какие-нибудь Homo erectus, не хоббиты, не орангутаны тем более. А это Homo sapiens, человек современного вида. Оставалось выяснить, когда он попал в эту пещеру, его останки, когда попали. И дальше там опять куча хитрых методов, которыми датировали это все, датировали сами отложения, содержащие кости, датировали кальцитовые натеки на этих отложениях, датировали слои подбрегчий, надбрегчий, сами зубы орангутана и гиббона. И в итоге пришли к выводу, вот это все соотнеся, что останки могли попасть в эту пещеру между 63 и 73 тысячами лет назад. То есть это получается, если мы эти даты примем как надежные, мы удревняем заселение Азии чуть ли не на 20 тысяч лет. И авторы исследования этого говорят, что да, это отлично, это как раз согласуется с данными генетиков, потому что генетики говорят давно о том, что была ранняя волна расселения сапиенсов из Африки, которая произошла чуть ли не до 70 тысяч лет назад. И вот это как раз те первые мигранты, пионеры заселения Индонезии среди людей современного вида. Дальше там начинаются всякие интересности. Во-первых, Суматра тогда соединялась с Евразией, с материком, поэтому попасть туда было легко, но там были дождевые леса, то есть они должны были как-то жить в дождевых лесах, как современные пигмеи, видимо. Другой интересный вопрос. Там на Суматре находится Тоба. Вы знаете, что это такое? Что такое Тоба? Вулкан, супервулкан, который взорвался 71 тысячу лет назад и накрыл вообще треть планеты. И после этого бутылочное горло, вымирание сапиенсов в Азии, экологический кризис на всей планете и прочее, и прочее. И вот если они попали туда до извержения Тобы, еще раз, Тоба взорвался 71 тысячу лет назад. А тут датировка до 73 тысяч лет назад. Вот если они попали туда перед этим событием чудесным, то вопрос, пережили ли они его и как. Вот. Но надо сказать, что когда показывают вот зону поражения Тобы, она так направлена в сторону севера, сильно вытянутая, и там в Индии слои пепла в несколько метров толщиной. То есть это был очень серьезный взрыв. А вот как раз вот эта пещера, она находится вне непосредственной зоны вот этого поражения, но тем не менее им должно было все равно достаться. Но это вопрос. Тем не менее, здесь у нас действительно такой кандидат на древнейшего сапиенса. В принципе, в Евразии. Вот теперь на тему еще одного закрытия, что ли. Вот когда-то неандертальцев изображали вот так. Вот здесь неандерталец такой чумазенький, темненький брюнет, а это блондинка-кроманьонка. Это из фильма 1986 года «Клан пещерного медведя». Спустя какое-то время неандертальцев стали изображать вот так. И здесь мы видим такую рыжую-рыжую конопатую девушку. Возникает вопрос почему, с чего стали неандертальцев изображать рыжими. И, наверное, вы знаете, что были какие-то исследования генетиков, которые нам что-то сказали про внешность неандертальцев. Так вот, было это дело в 2007 году, когда удалось выделить некие фрагменты ДНК. Это еще до полной расшифровки неандертальского генома. Когда были различные работы и когда получалось прочитать кусочек неандертальской ДНК в данном случае из фрагментов, кстати говоря, неандертальцев из испанской пещеры Эль-Сидрон, которую я упоминал, и еще одной итальянской пещеры. И вот, прочитав эти фрагменты, так им повезло, что как раз там оказался на этом прочтенном фрагменте ДНК оказался ген МЦ1Р. это меланокартиновый рецептор первого типа. Это ген, который связан с пигментацией кожи и волос. И известно, что он во многом известен благодаря тому, что у гомозигот по мутантному варианту этого гена, где он инактивирован, у них рыжие волосы, бледная кожа, веснушки, и они еще страдают от солнечных лучей. То есть плохо очень переносят ультрафиолет. Соответственно, вот этот вариант гена, который у неандертальцев, вот этих двух, он содержал мутацию, которая у современных людей не встречается. Но посмотрев на нее, проведя там некоторые исследования, специалисты предположили, что эта мутация должна была инактивировать этот ген, и фенотип, наверное, должен был получиться рыжий и бледный. Если, опять же, этот ген в гомозиготном состоянии. Поскольку тут у нас было два неандертальца, один в Испании, другой в Италии, значит, авторы сделали осторожное предположение, что, возможно, не менее одного процента неандертальцев были рыжими. Вы понимаете разницу между все неандертальцы рыжие и один процент, возможно, рыжий. Но дальше неандертальцы стали рыжими все в кино, в картинах, в реконструкциях. И это продолжалось долго и продолжается до сих пор. Хотя с тех пор, как был прочтен полный геном неандертальца из Виндии, в Чехии, а потом из Денисовой пещеры, выяснилось, и про это почему-то писали гораздо меньше. Честно говоря, вообще не писали, что у них-то вариант гена вот этого МЦ1Р другой, и с рыжими волосами он не связан. И вообще-то вот из Виндии неандертальца, он был брюнетка, точнее, женщина. Брюнетка, и кожа у нее была, по идее, смуглая. Про это писали гораздо меньше. То есть вывод общий такой, что логично вполне, что они были разные неандертальцы. Одни, может быть, где-то и были рыжие, но их явно было не большинство, а были вообще разные варианты. И вот уже с тех пор, как были прочтены полные геномы неандертальцев, специалисты стали активно их изучать и выяснять, когда выяснилось, что у нас есть некое неандертальское наследство, что была амитисация, и современные неафриканцы несут в себе следы неандертальской ДНК, стали выяснять, а что это дало людям. Понятно, что какая-то часть была, видимо, вредна и вымывалась естественным отбором, а какие-то варианты как-то нашим предкам пригодились. И вот очередное такое исследование было проведено в октябре 2017, опубликовано в октябре 2017 года, когда взяли базу данных, это биобанк Великобритании, там 500 тысяч геномов европейского происхождения британцев, плюс еще для каждого описан фенотип, то есть признаки внешний вид, здоровье, даже привычки. и вот взяв вот это все, но они взяли на самом деле поменьше, там порядка 100 тысяч геномов из этой базы данных, взяв геном неандертальца из Денисовой пещеры, в общем, провели некий такой мощный статистический анализ и постарались найти какие-то связи между неандертальскими вариантами у этих людей из базы данных и их особенностями, ну, например, внешности. И вы нашли там в итоге порядка 15 таких связей, неправильно я выразился, непорядка 15, 15, 15 связей, из которых больше половины, опять я некорректно выразился, 8, значит, из которых 8 связаны с пигментацией, с пигментацией кожи и волос. И это вообще как бы круто, то есть подтверждает что неандертальцы нам что-то в наследство оставили, связанное с нашим цветом. А дальше просто начинаются уже сложности, потому что, ну, во-первых, идея о том, что современным людям досталась рыжеволосость от неандертальцев, потерпела фиаско, потому что среди рыжеволосых жителей Британии процент неандертальских генов был поразительно мал. Во-вторых, вот эти 8 аллелей неандертальских, которые как-то должны влиять на цвет кожи и волос, они были связаны с противоположными особенностями внешности. То есть у одних людей неандертальские варианты у блондинов, у других, наоборот, у брюнетов. Одни варианты связаны с более темной кожей, а другие с более светлой. То есть вот в сумме авторы исследования заключают, вообще-то какого цвета у неандертальцев были кожи и волосы, мы пока сказать не можем. Это логично, потому что на самом деле генов, влияющих на цвет кожи и волос, их многие десятки, и далеко не все из них вообще известны. Кроме того, в 2012 году проводились исследования на тему, можно ли предсказать по генетическим маркерам какие-то особенности внешности человека. Можно, но с вероятностью 60%. То есть в 60% случаев вы угадаете, а в 40% вы ошибетесь. И это для современного человека. А неандерталец он несовременный и как у них там это было мы вообще не представляем. Короче говоря, то есть вывод, который авторы делают. Действительно неандертальцы сделали некий вклад в том числе в цвет нашей кожи, но каким был этот вклад мы узнаем когда-нибудь потом. Пока что мы этого сказать не можем. Но вот еще стоит добавить, что помимо кожной пигментации еще два неандертальских аллеля связаны с очень интересной вещью. У людей условно делят на жаворонков и сов, то есть на тех, кто активен в утренние часы и кто активен вечером. Так вот, два неандертальских аллеля показали связь с типом сова. И дальше авторы статьи пускаются опять же в такие рассуждения о том, что неандертальцы жили на севере, где солнце вставало поздно, поэтому они тоже вставали поздно и так далее. Еще раз, общий смысл такой, что неандертальцы были разными. А вот теперь такая невеселая на самом деле история, и мы просим убрать ваших детей от наших голубых экранов. Когда-то обезьян, диких, жутких обезьян представляли страшными чудовищами. Потом, когда люди познакомились с обезьянами, например, видя их в цирке, в зоопарке, обезьяны стали такими няшами, лапочками. Тем более, что, например, в цирке, что касается шимпанзе, там выступают детеныши, как правило, подростки, потому что, когда детеныш вырастает в такую озверевшую громилу, совершенно неуправляемую, с ним уже в цирке Когда Джейн Гудл стала подробно наблюдать за шимпанзе в природе, выяснилось, что они, например, занимаются каннибализмом, что они вообще убивают друг друга. И, кстати говоря, сейчас существует такое представление, что это обыкновенные шимпанзе убивают друг друга, а бонобо это такие добрые пацифисты. Но вот в настоящий момент зафиксировано шесть случаев, когда бонобо убивали друг друга. Их вообще наблюдают меньше, чем шимпанзе. Но для обыкновенных шимпанзе таких случаев зафиксировано порядка шестидесяти в природе убийств себе подобных. А еще одна штука, которой занимаются иногда все приматы и в том числе я неправильно сказал, не все приматы, некоторые приматы, включая человека и в том числе шимпанзе, называется инфантицид. Это убийство детенышей. И существуют различные даже попытки объяснить, зачем это делают в данном случае шимпанзе. Например, устраняют детеныша, чтобы иметь возможность сразу спариться с этой самкой и дать потомство. Второй вариант. Просто чтобы покушать, потому что убив детеныша, после этого обычно шимпанзе его съедает и получает ценные питательные вещества. Третий вариант устраняет будущего самца-конкурента, то есть также этот детеныш вырастет и будет вообще конкурировать за самок. А если его убить маленьким, ну, не будет конкурентом. Короче, объяснения такие вот теоретические есть. Факт, что такое жуткое явление существует, но вот впервые наконец было зафиксировано в природе убийство новорожденного детеныша сразу после родов. Убил его вот этот 25-летний изверг по кличке Дарвин. Поэтому у нас на сайте появилась новость под названием Дарвин ест детей. И это факт. То есть действительно случилась такая страшная история. Это в Западной Африке Сенегал, по-моему, там группа шимпанзе, и вот этот Дарвин сидел и караулил самку, которая рожала на виду у всей группы, не успела она родить, как он подбежал, схватил младенца и скрылся с ним в кустах. И через некоторое время ученые видели, как он сидел на дереве и поедал этого детеныша. Жуть. И исследователи предполагают, что именно поэтому у самок шимпанзе вообще существует такая штука, которая называется декретный отпуск, то есть перед родами самки вообще стараются спрятаться, уйти куда-то в лес и родить в таком месте, где сородичей по племени не могут за ними наблюдать. Поэтому, кстати говоря, в природе редко наблюдаются роды у шимпанзе и вот эта самка пренебрегла этим правилам, вот она за него поплатилась. Исследователи даже стараются предположить, почему он это сделал. То ли она просто была глупая, наивная, может рядом тут был ее самец и она думала, что он ее защитит, но он ее не защитил. И, кстати говоря, в этом же году было еще одно исследование, наблюдение такого же рода, тоже экстраординарный случай. Вообще шимпанзе редко убивают своих. То есть обычно все-таки вот эти потасовки со смертельным исходом это столкновение между группами. И вот случай, когда шимпанзе убили своего бывшего вожака, не просто своего соплеменника, а бывшего альфа-самца, то есть самец, который когда-то занимал лидирующие позиции, потом его так сказать сместили, навешали ему как следует, он скрылся, ушел из группы и исследователи думали вообще, что он погиб, но потом его периодически где-то видели. Спустя четыре года он вернулся и попытался восстановить свой статус. И через некоторое время его обнаружили убитым, причем шимпанзе его еще некоторое время таскали, трепали, били палками и камнями, а потом еще частично подъели его. Причем вот что интересно, что в этом каннибализме больше всех усердствовала мама нынешнего альфа-самца этой группы. А единственный, кто не участвовал в избиении и в этом каннибализме, был как раз нынешний альфа-самец. То есть он как раз не лез, а вот мама его показала себя во всей красе. Вот такие страшные вещи. Ну, на самом деле исследователи, вы не думаете, что они такие беспристрастные наблюдатели-роботы, они его жалели, они его похоронили и потом наблюдали, как на следующий день шимпанзе пришли на место погребения и вели себя как-то нервно. Может быть, сожалели о том, что они сделали, не знаю. Но там, на самом деле, поедание было чисто символическое. То есть они чуть-чуть его обглодали и бросили. Ну, там вы можете видео посмотреть, выложенное, и посмотреть, какие части они там едят. Но там еще у него повреждения такие, то есть сама сцена убийства не зафиксирована, но судя по повреждениям предполагает, что одни держали его за руки, а другие били. То есть ведут себя вполне как приматы. Ну, теперь более веселые вещи, хотя, конечно, всегда, когда мы видим череп, понятно, что это кто-то умер. Но тут умер все-таки 13 миллионов лет назад, и мы уже можем с этим смириться. Так вот, мы знаем, что когда-то в Африке жило много-много-много диких обезьян, гораздо больше, чем сейчас. В Меоцене их там было 40 видов описано, 30 родов, но большая часть из них известна по скудным вполне останкам. Это челюсти, зубы, то есть в Африке есть проконсулы, которые подревнее, есть уже такие наши прямоходящие предки типа сахилантропа, они начинаются где-то 7 миллионов лет назад, а вот от 7 миллионов до 17 миллионов лет назад там находок мало, то есть они есть, но это такие все фрагменты. И есть какие-нибудь ореопитеки или сивопитеки, но это уже не Африка, это Евразия. И вот поэтому очень здорово, что найден вот такой красивый череп. Найден он в 2015 году. Это Кения, это район озера Туркана. Нашел его кенийский палеоантрополог Исайя Ненго и описал как новый вид известного уже рода ньянзопитек. Этого он назвал ньянзопитек Олеси, по-русски Олеся. Вот это Олеся, но это детеныш на самом деле, то есть череп маленький, можно на него посмотреть, кстати, вот он, чтобы вы понимали размер. Маленький совсем, 100 кубических сантиметров, и судя по тому, что у него там постоянные зубы не прорезались, ему там где-то год и 4 месяца было, этому детенышу. Я хочу добавить, что на самом деле эти существа известны вообще с 1986 года, и уже описано три вида, это четвертый. Но известны они были еще раз по зубам в основном, и по челюстям. Теперь, наконец, мы примерно знаем, как выглядел череп вот такого существа, хотя вот тут такой тонкий момент, это детеныш и описание нового вида по детскому черепу, это всегда риск, потому что мы не знаем, каким он будет, когда вырастет. Он может сильно измениться с тех пор, тем не менее, очень интересная находка, детеныш такой вот с крупными глазками, с короткой мордочкой, что-то в нем есть от гиббонов, что-то от шимпанзе, что-то от орангутанов, что-то от вымерших человекообразных, и вот по времени и по месту он попадает как раз туда, где, вероятно, жили предки вообще современных человекообразных обезьян. И при этом, естественно, авторы статьи не утверждают, что это предок человекообразных обезьян, но он относится к ископаемой группе, представители которой действительно дали начало в том числе и людям. А группы, там они выделяют отдельное подсемейство вот этих ньянзопитековых, куда относят кучу других известных ископаемых обезьян, в том числе древнейшую человекообразную обезьяну руквепитека. И еще раз хочу сказать, что вот отрадно, что сейчас существует интернет, благодаря которому мы связались с Исаией непосредственно Ненго, и он был столь добр, но правда не безвозмездно прислал нам муляж. Там несколько месяцев мы переписывались, кенийцы, они такие неторопливые. Вот он прислал нам муляж вот этого Олеси, Олеси, который пополнит нашу коллекцию, и сейчас мы вообще общаемся с доктором Ненго на тему приехать в Россию, потому что оказалось, что у него русскоговорящая жена, и он вообще заинтересован в том, чтобы посетить Россию, пообщаться с российскими учеными. Может быть, мы это устроим, пока что мы в стадии переговоров. Находимся с уважаемым кенийским антропологом. Как у меня со временем. Да, у меня, видите, девять уже. Так что все в порядке. Значит, наконец-то палеогенетики добрались до такого знаменитого российского памятника, вообще-то мирового значения, как Сунгиль. Сунгиль – это стоянка кроманьонцев, находится на окраине города Владимир. В 1964 году она прославилась на весь мир, когда там нашли погребение такого большого мужчины, кроманьонца. Кроме того, выяснилось, что вот эти два мальчика, они не братья, они более дальние родственники. И еще, сравнив их ДНК, посмотрев на какой протяженности гомозиготные участки у них в геномах, пришли к выводу, что они не были, по крайней мере, продуктом близкородственных браков. То есть, раньше предполагали, что вот эти древние охотники, ну и по некоторым, кстати, патологиям на этих скелетах предполагали, что у них там практиковались родственные браки. Вот анализ геномов показал, что нет, что у них, как и у современных охотников-собирателей, была экзогамия. То есть, они предпочитали браки заключать межплеменные, между разными группами, и избегали близкородственных к Крещене, по крайней мере, в том, что касается вот этой четверки. Понятно, что обобщать это на всех карманьонцев не стоит, но, по крайней мере, в этом они отличаются от, допустим, алтайской неандерталки, которая, судя по всему, была потомкой от двух близких родственников брака. И, кстати, Денисовская девочка тоже. Эти, вот такие, были скорее похожи на современных охотников-собирателей. Но вот по поводу того, что девочка оказалась мальчиком, уже вот сейчас, в 2018 году, еще одна смена пола произошла у знаменитой палеоантропологической находки. Это череп австралопитека СТС-5, который был известен как Миссис Плез, который из Южной Африки был найден еще в середине 20 века, описан как самка. Так вот, сейчас его изучили внимательно. У Миссис Плеза у нее зубов нет, но у нее есть, по крайней мере, альвеолы, лунки от корней клыков. У приматов самки и самцы различаются по размеру клыков в том числе. И вот изучив, переизучив размеры альвеол клыковых у Миссис Плез, сравнив это все с накопившейся статистикой за последние десятилетия, специалисты пришли к этому выводу, что это все-таки был Мистер Плез. И теперь вот еще одно замечательное закрытие. Криптозоологи продолжают безуспешные поиски йети. Но вот у самых таких крутых криптозоологов у них помимо свидетельств очевидцев есть еще и некие вещественные доказательства. Это, например, волосы йети, которые хранятся в коллекциях, в разных музеях, в частных коллекциях, их гордо показывают. И вот уже в 2014 году уже было такое исследование, когда собрали десятки этих образцов со всего мира, проанализировали их с точки зрения генетики и пришли к выводу, что там волки, топиры, коровы, козы, люди, но вот йети там нет. И вот сейчас провели еще одно такое исследование. На самом деле, причем основная цель этого исследования была более прозаическая. То есть авторы вот этой работы, они уточняли систематику медведей, которые живут на Тибетском Нагорье. Эти медведи достаточно редкие, они не очень хорошо изучены. И вот они уточняли их систематику, а заодно исследовали девять образцов йети. И вот выяснилось, что там был один зуб и восемь волос. Так вот, зуб оказался собачий, а волосы все принадлежали медведям. Авторы делают вывод, что, вероятно, всякие легенды про йети, они все-таки имеют медвежье происхождение, причем любопытно, что там какой-то подвид гималайского медведя, который живет на Тибете, у местных называется мети, что говорит само за себя. И поскольку я обещал сказать что-то про уже год наступивший, несколько интересных исследований, которые успели нашуметь за эти месяцы, это замечательные деревяшечки. Вообще для каменного века находки деревянных орудий это просто исчезающая редкая штука, но дерево просто столько не живет, оно разлагается. Тем не менее такие находки есть, их очень мало, есть находки копий, и вот в этом месте это Тоскана, это Италия, строили в 2012 году там термальный бассейн, там вообще термальные источники. Вот строили, строили, а нашли стоянку неандертальцев, и там помимо каменных орудий, костей, слона оказались деревяшки, причем этих фрагментов деревянных там оказалось 58 штук, датировали это все, и получилось, что эти отложения образовались не менее 170 тысяч лет назад, сами эти деревяшки, ну они такой не очень хорошей сохранности, зато их много, и получилось, что это, ну во-первых, дерево это самшит, то есть это самое твердое дерево в Европе, палочки эти очищены от коры, очищены от веточек и сучков, с одного конца более тонкого они так заострены, а с другой стороны сделано что-то вроде округлой такой рукоятки, и еще что интересно, они обожжены, обуглены, и авторы проводят сравнительный анализ, и ближайший аналог, гораздо более поздний, это находка палки-копалки из пещеры Бордер в Южной Африке, которой 40 тысяч лет, ну а вообще это типичная палка-копалка современных австралийцев, бушменов из Калахари, и некоторых других таких традиционных народов, которые точно такие штуки используют, они выбирают всегда самое твердое дерево для изготовления такого инструмента, которое они обжигают, чтобы было проще счистить с него кору и вообще его обработать, а потом дальше, значит, это оружие, орудие женское, как правило, мужчина, он с луком, со стрелами, а женщина вот с палочкой такой, и его можно использовать в самых разных целях, и копать корешки, и даже охотиться за какими-то норными животными, и вот действительно очень круто, что у неандертальцев 170 тысяч лет назад уже вот такие штуки были, причем еще раз, это некая технология, надо найти дерево соответствующее, отломать веточку, очистить, обстругать, обработать, то есть неандертальцы были вполне на это способны, и еще одно замечательное, даже, наверное, гораздо более крутое исследование, связанное с неандертальцами, это неандертальская, я не сказал, что живопись, но вот у неандертальцев все было хорошо, но вот по поводу эстетики и какого-то символизма неандертальцы считались такими как-то немножко ограниченными, по крайней мере, каких-то изображений чисто неандертальского происхождения, их находок таких вот, их очень мало, и они все сомнительные, и вот новые результаты датировки памятников из испанских, трех испанских пещер, они показали, что вот этот вот некий рисунок красным, такой геометрический, Станислав Дробышевский, предполагал, что это план ловушки на жуков-караедов, вот, ему 65 тысяч лет оказалось, еще один, я не привел тут пример, там такой сталактит, покрашенный тоже в красный цвет, тоже ему примерно столько же, и вот, круче всего, вот этот негативный отпечаток ладони, которому 67 тысяч лет примерно, если верны датировки, то есть это вот как раз такая классика, когда рука прикладывается к стене, в рот набирается какой-то краситель, и дальше со всей силы нужно плюнуть, и получается такой трафарет, и еще в одном фильме про неандертальцев, который называется «Последний неандерталец», французский, если вы смотрели, там кроманьонка, такая девушка, учит неандертальцев вот этому фокусу, но если вот это вот появилось 65 тысяч лет назад, еще никаких кроманьонцев в Испании не было, так еще вопрос, кто кого учил, и это на самом деле действительно очень круто, потому что ничего подобного от неандертальцев мы не ожидали. И, наконец, еще исследование, которое я буквально вчера я прочитал, эти находки, на самом деле, сделаны уже давно, это вот еще такие редкие для неандертальцев штуки, как украшения, это ракушки с дырочками, и они еще и покрашены красным и желтым каким-то красителем, но это было известно и раньше, но дело в датировках, просто радиогаэродом их датировали, и получалось 40-50 тысяч лет. Это, в принципе, уже время, когда могли в Европе быть первые сапиенсы, кроманьонцы, и поэтому, может быть, это неандертальцы просто позаимствовали у кроманьонцев, даже просто не понимая, что они делают. Новые датировки, сделанные уранториевым методом по там тоже каким-то кальцитовым натекам, 115-120 тысяч лет. То есть в это время, ну, короче, это вообще, если это так, то это вообще одни из древнейших украшений, в принципе, такого рода. И, опять же, неандертальцы предстают здесь как такие вполне самостоятельно независимые люди со своим каким-то эстетизмом, символизмом и прочее. Это очень круто. Ну и, наконец, то, чего мы ждем, знаменитый скелет австралопитека, маленькая стопа из Южной Африки, из того же Стеркфонтейна, найденный еще в 70-е годы прошлого века, но описанный сначала как мартышка, там по каким-то незначительным фрагментам. В 94-м году специалисты поняли, что это не мартышка, а что-то гораздо более крутое. С тех пор его извлекали из брекчи глубоко под землей, в темноте, в неудобном месте. Его извлекали действительно очень долго. И, наконец, то есть вот так это выглядело все. И, наконец, в конце 2016 года он представлен полностью извлеченным публике и следует ждать какой-то очень серьезной серии публикаций. Просто чтобы вы понимали, как это круто, вот тут на этой картинке, которую опубликовал в своем блоге Джон Хокс, здесь вообще все известные такие достаточно комплектные скелеты австралопитеков. Нету, правда, ордипитека тут. Но зато есть вот хомоноледи недавно найденный, Люси знаменитая и прочее. И даже есть мальчик из Турканы гораздо более поздний. А вот это самая маленькая стопа. И вы можете увидеть, что это самый полный скелет вообще гоминида. Причем мальчик из Турканы это полтора миллиона лет, а это три миллиона шестьсот семьдесят тысяч лет назад. И у него даже кисти сохранились и в каком-то виде стопы. То есть это действительно самый полный скелет гоминида такой древности. И будем ждать по этому какой-то невероятно интересной информации по деталям этого скелета. И поскольку третий раз пропищал кондиционер, намекая, что мне надо заканчивать, я хочу сказать еще раз, что мы в апреле хотим сделать такую большую презентацию нашего проекта, ставшего возможным благодаря помощи частного лица спонсора. И покажем вам реконструкцию «Хомоноледи» в разных ипостасях. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...